Ля Перла Субтитры сделал DimaTorzok За 32 часа до этого Новая машина, Корса? Выглядит круто Зато легка в управлении, Малина Как я, правда, Лео? Что у нас, сеньора? Важно, чтобы ты запомнил имя Похищенный Холио Белграну Да ладно, родственник футболиста? Отец Черт, Белграна один из лучших нападающих в испанской лиге Да и подонок Два года тому назад его обвинила одна девушка Он закрыл ей рот деньгами Ее версия сексуальная агрессия Моя деньги, его слава нападающего Алисия Ее зовут Алисия Добрый день, Доня и Алисия Пабло Корса, 7-й отдел судебной полиции Хочу, чтобы вы знали, мы сделаем все, что в наших силах Но я должен просить вас хранить молчание Не говорите ни с кем об этом Если узнает пресса, все пропало Слишком поздно Белгран, а почему вы так внезапно прервали интервью на радио? Дайте пройти, пожалуйста Расскажите, что вы скрываете Пабло Корса не скажет, что ты расследуешь здесь Мне жаль, но я ничего не могу сказать Обратный отчет Кулио взял свой мобильный Отлично Помните, о чем мы говорили? Звоните Когда хотите Да? Кто вы? Нет, это вы кто? Малина, какого лешего? Корса Очевидно, я нашел телефон похищенного Да? Был под твоей машиной Наверное, потерялся Я его возьму Малина У нас есть свидетель Корсо Это Антонио Суарес Свидетель Добрый день Значит, вы тот человек, который звонил? Да, сеньор Я, знаете ли, ходил с Ириане за хлебом Тогда я увидел двух борющихся людей рядом с белым фургоном Я подошел ближе посмотреть Один запихал второго внутрь И быстро уехал Что ж Ни модели, ни марки, ни номера Белый грузовой фургончик Ну, задние двери были со стеклами Ну, с такими деталями мы живо его найдем Каких-то 200 тысяч Вы не видели, похититель был один? Я видел только одного Не знаю Ничего, спасибо большое Если вы будете нужны, мы вам позвоним Отлично Лео По-моему, это какое-то халтурное похищение Я бы даже сказал, экспресс-похищение И что это значит? Похитители мелкое жулье Попросят солидную сумму, но не запредельную, лишь бы получить побыстрее Успокойтесь, возможно, ваш отец будет отсутствовать всего несколько часов Алехандр, я могу с вами поговорить Тебе не приходит в голову какой-то еще мотив похищения, кроме денег? Не понимаю, о чем ты У твоего отца были враги? Кажется, нет Нет, насколько я знаю Он пенсионер, все его уважают Мой отец хороший человек А вы? То есть, у вас есть враги? В моей профессии трудно не нажить врагов, но нет Я не знаю никого, кто бы мог причинить мне такое зло Недавно одна женщина обвинила вас в изнасиловании, но отозвала обвинение Это не имеет отношения Есть вещи, которые за деньги не купишь Послушайте, хватит Эта девица подстроила мне ловушку, чтобы выудить пару тысяч евро Извините, идите взгляните Лео Хватит Окажи содействие Расслабься Ладно, дай мне вести расследование Знаю, похитители не профессионалы, и возможно это экспресс-похищение Но может быть так же, что эта баба пытается его шантажировать Ладно Ладно По словам очевидцев Хулио Белграна, отец известного футболиста Взгляни-ка, твоя подруга Был похищен всего в паре метров от этого места Прямо здесь один из похитителей оглушил его и затолкал в белый фургон Мы пытаемся найти свидетелей, присутствовавших при этом события Если это так, мы вернемся, чтобы установить с вами контакт Луси Алонсо, для новостей Кажется, когда я познакомилась с Алекандрой, я еще не посвятила себя порно Года два тому назад И обвинила его, потому что была в ярости Дело в том, что мы переспали, я собралась уходить А он вместо того, чтобы спросить телефон, спросил, сколько я беру Не понимаю, как он мог спутать вас с проституткой, честно Он предложил вам сделку до суда? Дал нам 20 кусков В евро, понятное дело Очень великодушно, да? Ну да, но мы хорошо ими распорядились, верно На них мы купили первые камеры Связались с этим дорогим индейцем В итоге вы не видели Алекандру Белграну с тех пор? Только по телевизору И скажите-ка, где вы были этим утром? Между 8.35 и 9.00 ровно Катались тут, а что? Не знала, что порно начинает снимать так рано Нет, нет, нет Это не порнография, милая Эротика Для взрослых Ладно, этим утром была одна интимная сцена Есть одна женщина и 6 мужчин, которые могут рассказать о ней в деталях Если скажете, в чем меня обвиняют Назову имена Что ж, мой коллега запишет имена и объяснит процесс Подробно Эй, мы как раз искали такого, как ты Для съемок в следующей картине Ты много получаешь здесь? Я занят 24 часа в сутки Какая жалость Из тебя бы сделали мужчину Ваш муж был Ваш муж очень красивый Чем он занимается? Был чиновником Но Он давно на пенсии У него есть хобби? Занимается спортом Любит готовить Путешествуем всякий раз, когда Есть возможность С сыном Кто эта девочка? Ваша дочь? Да Габриэлла Но она умерла Едва ей исполнилось 6 лет Сочувствую Должно быть, это было тяжело Такая маленькая Не представляете как К тому же я знала Что больше не смогу иметь детей А как же Алекандро? Мы его усыновили Благодаря ему Мы справились Простите, но я Я могу сейчас только вспоминать Вспоминать Это естественно Не волнуйтесь Дышите Не волнуйтесь Значит, шестеро подтверждают Алиби порно-актрисы Да И ее парня тоже Он режиссер картины Лео, кажется, твоя интуиция Тебя подвела Для экспресс-похищения Они слишком долго не звонят Легок на помине Готов? Да Поехали Алекандро Белгранок Кто вы? Тот, у кого твой отец Этого довольно Он в порядке? Дайте мне поговорить с ним Чтобы знать, что он в порядке Молчи и слушай Если хочешь видеть его живым Приготовь через час Два миллиона евро Послушайте Я не могу достать столько денег Богом клянусь Два миллиона через час Дайте мне больше времени, ладно? Это очень мало Прошу Невозможно Слишком быстро Ладно Почему он бросил трубку? Не сказал мне, куда отвезти деньги? Еще скажет За 28 часов до этого Моя мать выпила успокоительное Ей лучше Самое большее Можем достать миллион Не волнуйтесь Из-за денег Используем Фальшивые Фальшивые деньги? Что за бред? Вы спятили или как? Хорошо, что у вас есть свои методы Но я не буду играть с жизнью своего отца Забери все Не жаль, Алекандро Но платить выкуп незаконно Прекрасно Незаконно Мне плевать Я это сделаю без вашей помощи Спасибо, но Вы здесь больше не нужны Вы знаете, где дверь? Алекандро Используем твои деньги Но мы их передадим Обещаю, пока твой отец не будет спасен Мы не вмешаемся Марио Спокойно Пусть знает, кто здесь главный Ладно, ладно А если повесит трубку? Если убьет моего отца Твой отец дорого стоит Сам слышал Четвертый раз И еще один Теперь Готов? Да Да Где ты был, червяк? Сколько собрал? Сперва Хочу поговорить с отцом Черта с два Сколько собрал? Я могу дать один миллион Поверьте Это все, что я смог собрать Заметано На автостоянке Ренфи-Дарталеза Там будет бордовый Ситроен С открытым багажником Я хочу, чтобы деньги были там Через час Ясно? А мой отец Когда вы его освободите? Сначала бабки И без полиции А то я прикончу его Ничего Опять слишком коротко Ладно, поехали Так, стоянка арталеза Бордовый Ситроен Через час Я оповещу отделение Идут Похитители связали с вами? Вы смогли поговорить Со своим отцом? Есть ли след похитителей? Немного уважения, ладно? Спасибо Мы пока ничего не можем сказать Позже мы сделаем заявление Хорошо? Пабло, постой Не снимай Я не буду снимать И не открою свои источники Но ты мог бы дать Не зацепку Ну что-нибудь Насчет этого дела Что-нибудь Ты знаешь Я ничего не могу сказать Слушай Через пару часов все Знаю, знаю Через пару часов все закончится Это я слышала Увидимся позже Тогда расскажешь? Позже Снимай Вот Черт, как мало места занимает Миллион евро Малина, ты никогда не видел Пятисотинах? До сих пор нет В моем бумажнике не водились Александр, вы останетесь в участке Вы сможете наблюдать отсюда, ладно? Я установила связь со всеми дорожными и охранными камерами в районе Сигнал есть Очень хорошо Малина Идем, ты очень красивый Давайте, вперед Росио, есть картинка? Минутку, Корсо Подожди Ищу камеру Малина, ты на месте Я на позиции Это пальто зверски смердит Марио едет Внимание Давай, вали оттуда, Марио Давай Ну что, расскажешь своей подружке все это, чтобы затащить в постель? Думаю, не понадобится Росио, видишь какое-нибудь движение? Ничего Похитители обнаружили полицию и сбежали Доверьтесь им Я сам отслеживаю ход операции Корсо едет парень на мотоцикле Да, я вижу, Росио Малина, внимание Я на позиции По-моему, он мочится на колесо машины Ты видишь этого парня, Малина? Эй, что вы делаете? Что делаете? Сделай милость Иди отсюда, парень Не мочи мне тут машину Ложная тревога Вот они Всем внимание Едем Едем Вижу их Росио, не дай ему идти далеко Я не хочу терять их из виду А сейчас я их не вижу Корсо, я их держу под контролем Так, Корсо На круге первый правый поворот Этот правый, да? Точно Снова первый правый Сколько метров до них? Спокойно, Корсо Они в двухстах метрах Мы их контролируем Они сейчас на круге Ясно, я слышу Ненавижу везти вслепую Корсо, они возвращаются туда, откуда выехали Хорошо, я их вижу Что там делают эти безработные? Минутку, Корсо Кажется, деньги делят Да, Корсо, определенно Они делят деньги Эти подонки собираются где-то бросить Белграна Увидишь Поэтому-то, возможно, третий стережет его Что ж, если есть третий, его кинули А если нет, тогда кинули нас Корсо, мы не можем Пока Белграна не у нас Это приказ, ясно? Бери старого, а я лысого Стоять, полиция Руки за голову Давай, к машине К машине? Не двигайся Не двигайся Я за это отвечать не буду, Корсо Не волнуйся, отвечать буду я Мне больно, наручники Объясните, что произошло, потому что я не понимаю Почему их арестовали? Успокойтесь А если у них есть сообщник? Если он убьет моего отца, не получив новостей? Когда вернется инспектор Корсо, он вам все объяснит Смотри на меня Говорит, чья была идея похитить Белграна Думаете, я сдам своего товарища? У вас есть еще сообщник? И не понял меня Кто это? Где он? В тюрьме меня так часто били по голове, что теперь у меня провалы в памяти За что он сидел? Кражи, мошенничество, аморальное поведение С 18 лет периодически сидит в тюрьме Да, еще штучка Не знаю, не моя машина Моя другая Какого цвета моя? Да я не знаю И вдруг прихожу домой, а моей мазери нет Хватит терять время, где вы держите Белграну? Как тебя Лысый уговорил на это? Я не знаю Нам нужны были деньги Кому, тебе или ему? Оставьте меня в покое, прошу вас Где Холио Белграну? Похоже, мой адвокат задержался Этот тип нас дразнит Скажи, что второй сознался Кажется, твой приятель больше настроен говорить, чем ты Говорит, что это была твоя идея Чтоб ты сдох Никто ничего мне не скажет? Где мой отец? Мы допрашиваем подозреваемых Вам нельзя быть здесь Это позор От вас нет толку Корсо, иди сюда, немедля Нет Ракена, не прерывай меня Ладно Расскажи, как вы до этого додумались Не знаю Играли в карты Смотрели телек И увидели новости И подумали, что можем выдать тебя за настоящих похитителей И нам повезло Заполучили все эти бабки Ага Мы никому не делали зла Хотели ситуацией воспользоваться Поймите Похоже, что он говорит правду Но если это не похитители Тогда У кого же мой отец? Нашли его Несколько ребят нашли Белграна Рядом с 205 округом С ним все хорошо? Он жив, больше ничего не знаю 211 Добрый день Мы расследовали дело о вашем похищении Нам нужно поговорить с вами Задайте пару вопросов Да, да Мне сказали Не подождите минутку, пожалуйста Подождем снаружи Это Малина Мы тебя слушаем Мы нашли нож и скотч Это можно купить в любом магазине Говорю, как специалист Кстати, ребята, которые его нашли Говорят, что не видели машину Или какого-то подозрительного человека Других свидетелей нет Ладно, увидимся в участке До встречи Ребята, можете идти Спасибо Что думаешь? Что все это очень странно, если честно Его похищают Оставляют в лесу одного и бросают Почему не в каком-нибудь доме, где его не найдут? Не знаю Это странно Может быть, сын уплатил выкуп у нас за спиной? Или похищение было связано с чем-то другим? Как хотите А мы должны выяснить, почему его бросили Если нет, мы никогда не найдем похитителей Вот и сын Папа Черт, папа, не представляешь, как мы испугались Ничего не случилось За 20 часов до этого Когда я очнулся, был там, связанный по рукам и ногам и скляп Сколько было похитителей? Точно не знаю, я их не видел Два, по меньшей мере Они спорили громко В паре метров от меня Но говорили не по-испански Говорили на румынском Или русском Не знаю Не знаю И вы помните, когда они ушли? Да, 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 сразу же Они перестали спорить Сели в машину и уехали И оставили меня там одного Я думал, что меня никто не найдет И я там умру один, как собака Ладно, думаю, на сегодня хватит Хулио Еще один вопрос, пожалуйста Вы уверены, что не видели человека, который затолкал вас в фургон? Я же говорил, меня схватили сзади Это уже слишком Мой отец помогает вам вместо того, чтобы отдыхать И вы еще сомневаетесь в его словах Идем, папа Простите, извините Можно мне сфотографироваться с вами? Знаю, момент не лучший, но мой сын ваш поклонник, понимаете? Это... Бля... Малина Да, да, улыбочку, будьте добры Готово Спасибо Вы очень любезны Еще раз простите Извините Ничего, ничего У моего сына ваш постер в комнате Один снимок, один снимок, ничего страшного Не налетай на меня, только снимок Это не лучший момент Малина Малина Что? Никого ведь нет? Мы еще здесь Почему здесь фотографии этих типов? Это просто пара прохвостов, они ни при чем Отец нам лжет Теперь говорит, что ничего не видел Почему он защищает похитителей? Я не исключаю, что сын что-то скрыл Он очень торопился Ты не знаешь? Сегодня день рождения у Кассилии, и он наверняка приглашен Кстати, футболиста усыновили, мне сказала мать Усыновили? Это может быть очень интересно И это тоже весьма интересно Кое-что странное в счетах Хулио Снимает крупные суммы несколько раз в месяц А его доходы? У него нет других доходов, кроме перечислений, которые делает его сын Ему повезло Надеюсь, мой сын тоже окажется не промах И мне не придется больше видеть ваши рожи Возможно, будешь видеть рожи, похожие к артежникам, шикарных конституток Мы должны выяснить, платив Обычно в каждой семье есть свой скелет в шкафу И какова теория синьори Телео? Я думаю, что это была парочка грабителей, которые пасутся в богатом районе Схватили одного случайно, когда поняли, кто это, струсили И что нам делать? Задержать всех подозрительных румын? Или русских, владеющих белыми фургонами? Я думаю, нужно расследовать дело об усыновлении и о долгах Однако я вас оставлю, мне пора идти Слушай, Лео, что у тебя произошло с Корсо? Кроме того, что он мудак? Ничего Давай, Корсо, подними Ты не могла бы взять мой мобильный? Пожалуйста Слушаю Я могу поговорить с Корсо? С Пабло? С Пабло, с Пабло Это по работе, срочно Он сейчас не может подойти, но если ты мне расскажешь, позови его, пожалуйста Что с тобой? Ты никогда не перестаешь работать? Слушаю, кто это? У нас новая свидетельница И что бы ты там ни делал, езжай сюда Что у тебя за мысли, Лео? Я ничего не делаю 205-й округ, 21-й километр Ладно, я ухожу Нет Да Нет Добрый день Добрый день Добрый день Вы меня просветите? Опять? Да уж, простите Я не думала об этом происшествии, пока не прочла газету этим утром Вчера вечером она столкнулась с белым фургончиком, который проезжал здесь И менее чем в километре отсюда мы нашли Холио Белграну Вы видели кого-нибудь из пассажиров? Я видела только одного Уверена, что видели только одного Впереди был только один Я ехала на машине оттуда Вы спятили? Ну нельзя же так выезжать Отлично, мы знаем, что имеем Форд Транзит Белого цвета и номер заканчивается на 3ХС, верно? Мне жаль, больше ничего не видела Все было так быстро Ну что ж, не думаю, что их очень много Ладно Вас проводят, чтобы сделать фоторобот, хорошо? До встречи, спасибо Не волнуйтесь, это недолго Вы знаете этого человека? Возможно, он какое-то время следил за вами Нет, мне он не знаком Нет, не думаю, что видел его Может, вам покажется бестактным, но вы как-либо связаны с биологическими родителями Алекандро Алисия, ты что, рассказала? Мы никогда их не видели Одно религиозное учреждение позаботилось обо всем Мы так же подумали, что похищение было только знаком, чтобы привлечь внимание Нет ли у вас каких-либо долгов? Да, чем бы Оглянитесь, мне всего хватает Мой сын зарабатывает в месяц больше, чем ты и твои коллеги за год Да что я говорю, за всю жизнь Пожалуйста Нет, не отпусти меня, прошу Найдите виновных И оставьте в покое меня и мою семью Проклятие Анна, проводи этих сеньоров до дверей Спасибо Простите, что потревожили Мы делаем нашу работу Всего доброго Всего доброго Не волнуйтесь, Анна, мы знаем, где выход Какие новости? Заявления об угоне похожего фургончика нет Значит, похититель владелец Или нет, возможно, только знаком с ним Это список номеров машин, которые соответствуют описанию Их всего девять Отец нам солгал, когда мы показали фоторобот Нет Я не думаю, что видел его И с Интоши, они нас буквально выставили из дома Вы затронули тему об усыновлении? Да, и о долгах спросили Лео Найди способ поговорить с футболистом наедине Думаю, если надавить на него Нет, Коруса, нет Я не подхожу Ты знаешь, что я с этой версией не согласна Я терпеть не могу таких, как он Но ты умная и хорошенькая Уверен, ты сможешь его заморочить Малина, мы с тобой покатаемся Росио, задействуй голубой код Чтобы нас информировали насчет этих номеров, ладно? Кого? Меняй малину, глупышка Кого же еще? Редактор субтитров А.Семкин АЛЕХАНДРО АЛЕХАНДРО Привет Я думал, что мой отец выразился очень ясно Он не хочет, чтобы его беспокоили Нет, я хочу поговорить с тобой И о чем же? Хотела извиниться Вчера я заговорила об изнасиловании Теперь я знаю, что эта баба тебя обманула Извинения принято Садись Твой отец пережил сильный шок Мы думаем, что он, возможно, что-то скрывает из страха Боится мести, что за ним вернутся Что ж, вы правы Человек с фоторобота АЛЕХАНДРО Идем Мой отец заторопился и сказал мне, чтобы мы ушли Не знаю, что стряслось Но он говорил с этим человеком В чем дело? Ты его знаешь? Нет, нет, вовсе нет Давай, идем Это был официант в клубе Это был он, я уверен И какое отношение мог иметь этот официант к твоему отцу? Понятия не имею Ой, мне кажется, я предаю отца Нет, ты ему помогаешь Поверь мне Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 3-7-7-3 ХС Этот? Да Да Вы его знаете? Да, как же Роберто Морричаль, наш официант Он хороший человек А в чем дело? Бинго У него белый фургон Руки, полиция! Иван? Иван? Скажи Пибе Пусть придет Пибе нет, он недавно ушел Спасибо Слушаю Личность установили Мы знаем похитителя Нашли парня с фургоном Идем Да, это мой муж Работает официантом в отдыхе монаха И у нас есть белый фургон И где он может быть? Нет Если не на работе, я... Кристина Расскажите нам, что происходит Он что-то натворил Неделю назад встретил того, кого, казалось, забыл С тех пор он был сам не свой Вдруг появился тот, кто причинил ему огромное зло Ваш голос? Простите? Ты не помнишь меня? Кажется, вы меня с кем-то путаете Алехандро? Идем? Ты стольким людям причинил зло И даже их лиц не помнишь Алехандро? Алекс? Алехандро? Идем? Идем? Ту ночь я провела одна Мой муж так и не пришел Я волновалась Включила телевизор И услышала, что Белграна освободили И что все, что известно о похитителе Это белый фургон И вы думаете, это он? Когда он вернулся Он был сильно пьян Пил весь вечер Скажу честно Плакал, словно дитя Ты правда не узнаешь меня Я тебе освежу память Это было в Ла Плата В 79-м Твои дружки похитили сперва меня Потом мою невесту Отвезли в Ла Перло Или ты служил военно-морском? Я не знаю, о чем ты Не знаешь Моя невеста была на восьмом месяце Шагай Иди сюда Садись Тебе больно, ублюдок? Знаешь, что они сделали? Оставили дверь открытой В камере пыток Чтобы я слышал Как она кричит Чтобы я это слышал Нет, пожалуйста Я ничего не знаю Норма Норма Это ты Норма Потом появился ты Помнишь? И ты этим пользовался, да? Пользовался отродье шлюхи Моей любовью к ней Тебе нравилось? Нравилось совмещать Да Пытать электропогонялкой для скота Нет, нет, нет Всегда было любопытно Почему ты одевал маску? Тебе было стыдно за то, что творишь? Тебе было стыдно? Было? Чтобы вы не забрызгали меня своими соплями Слюнями и кровью Что ты сделал с ней? Убил? Дал ей время, чтобы родить? Она была бутовщицей, как и ты Врагом нации Ты убил ее! Это было ужасно Ужасно Кристина Посмотрите мне в глаза Где может быть ваш муж сейчас? Когда я проснулась, его уже не было Боюсь, он наделает глупостей Он всю ночь повторял, что он трус И что не смог отомстить за невесту Успокойтесь Спасибо большое Извини Можешь заняться ею? Идем Спасибо За 45 минут до этого Корсо Жена официанта говорит правду Хулио Белгранов в Аргентине был весьма известен как военный Фальконетти Слушай, Корсо Давай без тупых шуток Мой отец не мог быть каким-то палачом Однако был Его звали Фальконетти Международная полиция собирает свидетельства о зверствах, которые он творил до 79-го года Тогда никто не видел его лица Кажется, он всегда был в маске Роберто Моричал узнал его взгляд, как только увидел Видимо, он пытал Роберто и его невесту, которая была беременна Ее считают пропавшей без вести, как и ребенка, если он родился Слушайте, это невозможно Моих родителей выслали сюда, потому что они были против режима Виделлы Ведь правда, мама? Дуни Алисия, вы должны сказать, где ваш муж Я не знаю Роберто не в себе И в любой момент может завершить то, что начал вчера Корсо Корсо Мы думаем, что официант охотится за его отцом Но этот тип просто ублюдок, способный пытать, убивать, красть детей Он провел 30 лет прячась, как грязная крыса Роберто его узнал И тот способен замучить его до смерти И не смотри так Я знаю, что это дело большая куча дерьма Но если не скажу, что думаю, взорвусь Закончила? Да Тогда идем туда Дуни Алисия Вы уверены, что не знаете, где ваш муж? Если он скрывает что-то Он в шале Ла Перла Его трудно найти Я вас провожу Большое спасибо, Дуни Алисия Ты с ним лево Пошли, Россио Ты не знаешь, что значит 30 лет прятаться В страхе Каждый раз, заслышав аргентинский акцент, вздрагиваю Ни с кем не могу поделиться Даже с семьей Я покажу тебе кое-что Я хранил это много лет Но мы и покружили Вам лучше остаться Ищите, что хотите Малина Погуляй вокруг Россио Задняя дверь твоя Лео и Марио Идем Я знал, что поступаю правильно Это был мой долг Прошло 30 лет Отпусти меня Чисто Никого Вы с невестой подходили друг к другу Теперь я освежу твою память Печатали листовки Подстрекающие к мятежу Организовывали подпольные собрания А когда кто-то из ваших пропадал Вы вкладывали среди листовок его фото, требуя правосудия То есть бездействовали Нет, пожалуйста, нет Кому ты рассказал об этом? Нет Почему ты просто не убьешь меня? Ты рассказал своей жене? Ты рассказал своей жене? Выдашь ее, как выдал свою невесту? Это норма Норма Устраивала эти собрания Твоя невеста? Сдаешь свою невесту? Пожалуйста Норма Норма Фиорелли Конечно, у нее был ребенок Чудесный малыш Как печально, что она так и умерла, не увидев его Но знаешь Ребенку Ребенку очень повезло С поддержкой и самоотверженностью приемных родителей Он достиг многого Вершины футбольной карьеры Шлюхи Мать твоя шлюха, чтоб ты сдох Кто еще знает, что я в Фальконете? Никто Говори Чисто Чисто Здесь никого Идем Никого Кто еще знает, что я в Фальконете? Никто Никто не знает Клянусь тебе Кто? Кто? Я тут много думал о том Как мало знаю своего отца Где еще он может быть? Мне жаль Корса, но я не представляю Уверен? Да Пошли Алехандро Когда вы уезжаете, оставляете что-то включенным? Нет, нет Мы приезжаем после полудня Но здесь что-то работает Говори, Малина Я нашел машину, Хулио Она рядом с домом Малина нашел машину, Хулио Белграна здесь Алехандро В машину В машину Вперед Обыскать каждую пять дома Он должен быть здесь Ну้ом Из мусора Малыш Горсо! Марио! Кому ты говорил, что я Фальконетти? Кому ты говорил, что я Фальконетти? Говори! Говори! Стоять! Стоять! Руки вверх! Брось это! Руки за голову! Давай! Марио, помоги ему! Лео, быстро! Помоги мне! Давай к стене! Иди, Чок! Вот так! Ты держишь? Да, порядок! Это Россия из седьмого отдела, пришлите скорую помощь! Ты проклятый ублюдок! Успокойтесь! Успокойтесь! Вы можете идти? Можете? Малина! 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 Воскресенье увидим тебя, верно? Извините. Мне нужно пройтись. Понимаю. Ну что, я была права? Права. И почему ты меня послушал в этот раз? Ну, это вопрос вероятностей. Ты столько раз лажала, что хотя бы раз должна была попасть в точку. Хочешь? Смотри, твоя подружка. Пабло, Пабло. Ты можешь подойти? Я хочу задать пару вопросов. Пожалуйста. Пойду-ка я тоже пройдусь. Пойду-ка я тоже. Пойду-ка я тоже. Пойду-ка я тоже. Субтитры подогнал «Симон»